Особое мнение Можно задавать вопросы нашим экспертам в разделе анонсы Чем сегодня и воспользовалась одна из наших слушательниц Она, к сожалению, не представилась, но мы начнем именно с ее вопроса Итак, видео с камер наблюдения и скрытых камер, снятые на сотовые телефоны через скайп Используются в ходе следствия или в судах, как с одной, так и с другой стороны Но могут и присылаться к героям таких сюжетов с угрозами выложить в сети интернет Или показать по телевидению Что должен знать человек, когда оказывается в неприятной для себя двусмысленной ситуации? Как он может себя защитить? Самое неприятное, что абсолютно защититься от подобного рода действий невозможно, к сожалению Безусловно, можно сказать о том, что попытки снять любого человека на видео, на телефон без его согласия Не уведомляя его о том, что ведется какая-то съемка Абсолютно незаконная И Гражданский кодекс Российской Федерации, и Конституция Российской Федерации защищают право каждого на участие или не участие в подобном роде действий, как видеосъемка Можно, безусловно, снимать сотрудников полиции, государственных служащих при исполнении ими их должностных обязанностей Потому что подобного рода деятельность является публичной Об этом прямо сказано в законе Снимать любого человека, обычного гражданина, сознательно фиксируя его действия, это абсолютно незаконно А если этот человек находится в общественном месте? Ну, в любом случае, даже если человек находится в общественном месте, можно снимать общественное имя 100, но не человека То есть, если акцент в видеосъемке делается непосредственно на определенном конкретном гражданине У него пытаются взять какое-то квази-интервью, задают какие-то вопросы Как-то провоцируют К сожалению, в интернете очень много роликов, посвященных именно этому И я знаю о том, что очень часто подобного рода действия оборачиваются тем, что людям предъявляются требования, связанные с выплатой каких-то денег, совершением каких-то действий Ну, банально, извините, скажу так, побежали к человеку, сдергнули с него брюки и тут же все это сфотографировали И сказали, не хоть что выложили на YouTube, будь любезен, пополнили телефон К примеру Нечто вроде Это чистой воды вымогательство Единственный способ как-то обезопасить себя от подобного рода деяний Это быть внимательным, аккуратным, отслеживать возможности какой-то скрытой записи И если подобного рода действия произошло, к сожалению, единственный путь, который позволит гражданам как-то защититься, это обращение непосредственно в правоохранительные органы с соответствующим заявлением Это либо административные правонарушения, если такая съемка была осуществлена без согласия гражданина, либо это преступление, если в последующем были предъявлены какие-то требования имущественного характера А на какие нормативно-правовые акты можно ссылаться? На Гражданский кодек, статья 18, на Конституцию Российской Федерации, ну и на Уголовный кодек, статья 163, вымогательство Гражданский кодек, статья 18, это о чем? Защита права человека на изображение Хорошо, ну я надеюсь, что мы достаточно полно ответили на этот вопрос Давайте теперь перейдем к вопросам моим Я хотела бы начать с ваших постов в блоге Я вчера внимательно почитала вашу страничку на Фейсбуке Вы недавно писали о том, что почему-то кировские СМИ не освещают одно из наших уголовных дел Был осужден за мошенничество в особо крупных размерах Экс-гендиректор компании ОСТ Александр Солодянкин На самом деле и персоналия известная, и дело громкое Как вы считаете, почему же все-таки широкой огласки не случилось? Ну вы знаете, я думаю, что это не обязанность средств массовой информации мониторить сайты судов общей юрисдикции Обычно этим занимаются юристы, люди, которые непосредственно в судах работают Но, тем не менее, здесь странно, что подобного рода информации не просочилась ни из пресс-службы УВД, например Ни из следственного комитета Да и, собственно говоря, сами сотрудники, сами представители компании ОСТ Могли бы как-то попытаться пояснить существо данной проблемы Хотя бы просто исходя из того, что господин Солодянкин является персоной весьма известной Как в городе Кирове, так и в Российской Федерации Одно время даже город Киров сам связывали с деятельностью компании ОСТ Плюс мы-то, юристы, знаем точно о том, что деятельность компании ОСТ всегда служила Весьма-весьма большим интересом, отличалась для судебных прецедентов Масса судебных решений нетиповых Это и строительство многоэтажных зданий без соответствующих разрешений Где выносились решения сначала о сносе, потом это все отменялось высшестоящими судами И бывали случаи двойных, тройных продаж одной и той же недвижимости В общем, на мой взгляд, на мой взгляд, рано или поздно это, конечно, должно было вылиться в подобного рода уголовное дело Но, тем не менее, все-таки, исходя из той суммы, которая в этом уголовном деле фигурирует Это всего на все, там, по-моему, 3 миллиона рублей Мне странно о том, что только за подобную роду мелочь зацепились наши правоохранители Ну и понятно, что странно, что не получила эта история никакой огласки То есть, да, репортажи из зала суда, да, как было с Лусянией, с Березиной То есть вы считаете, что просто информация не просочилась? Не просочилась Я не думаю, что здесь какой-то злой умысел имел место быть со стороны вашего брата-журналиста Здесь просто непонятный какой-то информационный вакуум, может быть, сознательно создавался для того, чтобы дело было рассмотрено более объективно Закавычу это слово Либо, наоборот, старались, что отсутствие какой-то шумихи, назовем это так, поспособствует более мягкому наказанию Такое тоже бывает Ну вот хорошо, а если говорить в общем и целом, да, о количествах громких уголовных дел Солодовников уехал, дела остались По вашему мнению, это что, это такой тренд теперь? Или это указка сверху раскручивать громкие дела и всех сажать? Ну, на самом деле, пока еще та машина, которая существует Она движется, на мой взгляд, немножко по инерции Каких-то крупных дел в последнее время не возбуждалось Заканчиваются дела, которые были возбуждены ранее Причем они тоже достаточно громкие и знаковые Тоже средства массовой информации не пишут о том, что передано в суд уголовное дело В отношении еще одного директора управляющей компании По вине которого мужчина остался без зрения Это зимняя ситуация, когда лед падал на головы гражданам нашим Интересное дело расследуется по господину Прокопьеву Я с интересом жду, когда оно будет передано в суд Но опять же, этот толчок все-таки был получен правоохранителями на мой взгляд Все-таки в пытность господина Солодовникова на должность начальника нашего МВД Яна Евгеньевич, напомните, какая это управляющая компания? Сейчас не скажу, честно Дело пятитомное, мне его только вчера принесли Именно в связи с тем, что дело уже уходит в суд Я думаю о том, что оно будет рассмотрено до конца сентября Оно не типово тем, что если ранее руководство управляющей компании В связи с действиями которых пострадали граждане Обычно занимало позицию признания своей вины То сейчас дело будет интересно тем, что директор утверждает о том, что он не виноват ни в чем Пытался сказать о том, что это происшествие на улице Ленина Пытается сказать о том, что снег, лед упал с крови совершенно другого дома Но там есть экспертиза Я думаю, что я об этом напишу обязательно, только чуть попозже Ян Евгеньевич, а вы в этом деле участвуете как представитель потерпевшей стороны? Ну, давайте так Подобного рода предложение мне поступило Думаю, что я буду, конечно, людям помогать Что будет дальше, посмотрим Хорошо, ладно, ограничимся этим Давайте вот еще об одном громком деле поговорим Которое на этот раз освещается широко Это дело бывшего председателя Вятскополянского районного суда Сергея Кашина Ему инкриминируется преступление по статье о получении взятки в особо крупном размере Вот сам тот факт, что дело судьи на данный момент отправлено в суд О чем говорит, по вашему мнению? Ну, тут, знаете, тут очень много вариантов Во-первых, оно направлено в суд, потому что господин Кашин попросту попался Не будем сбрасывать это со счетов Во-вторых, ну, все-таки законы у нас есть Замолчать подобного рода эпизод Даже при желании, чьей бы то ни было Было, на мой взгляд, практически невозможно Потому что в деле участвовало слишком много государственных структур Это и практически государственный зовут МОЛОД Это и Управление Федеральной Службой Безопасности Ну, как здесь государство должно было себя повести, если достаточно немалый чиновник, наделенный громадными полномочиями А все-таки, извините, председатель районного суда Это не последний человек в судебной системе Совершает подобного рода деяния То есть вы никакого сигнальчика, в кавычках, сверху в этом не видите? Давайте дождемся приговора В отношении судей очень часто возбуждаются уголовные дела Очень часто Как правило, все они связаны с как раз 291 статьей, то есть взятка Некоторые из них доходят до суда Но далеко не все заканчиваются обвинительным приговором Во всяком случае, мне более показателен опыт госпожи Сауловой Которая точно так же занимала точно такой же пост Которая совершила практически аналогичное деяние Вынесла заведомо неправосудное судебное решение На протяжении, дай бог памяти, 6 или 7 лет Совершенно спокойно проживала в Туапсе Насколько я помню Состоялся суд в итоге, который освободил госпожу судью От ответственности в связи с течением сроков давности Вот Об этом тоже широко писали К сожалению, подобного рода исход был, наверное, очевиден Почему? Потому что течение сроков давности является безусловно Основанием для прекращения любого дела Для освобождения человека от уголовного преследования Однако, ну, странно, чем занимались наши правоохранители Что не могли как-то более оперативно данное дело рассмотреть Точно так же отличие определенные есть От того дела, о котором вы говорили сейчас в отношении господина Кашина С госпожей Сауловой судейской коллеги не сняла неприкосновенность судебная То есть она была судьей в отставке Неприкосновенность не была с ней снята Соответственно, как-то принудительно ее доставить было невозможно Во всяком случае, мои знакомые связывают именно с этим То, что дело столь долго кочевало из одной инстанции в другую И добралось до суда фактически тогда, когда сделать что бы то ни было было уже нельзя Я думаю, что в отношении господина Кашина ситуация будет несколько другой И заслуженное наказание он понесет Естественно, рассчитывая о том, что суд во всем разберется совершенно открыто, объективно Судебное состояние не будет закрыто Проходить оно будет в Кировском областном суде Соответственно, все желающие смогут ознакомиться с существом дела Насколько понимаю я, сам господин Кашин, по-моему, тоже в настоящий момент Собирается защищаться А у вас есть какой-то личный прогноз на исход этого дела? Вот вы знаете, меня очень часто спрашивают о моих прогнозах на разного рода дела Меня спрашивали о прогнозе дела господина Навального Меня спрашивали журналисты о прогнозах дела господина Березина Как-то так, знаете, получается, что по всем знаковым делам Прогнозировать что-то абсолютно бесполезно и бессмысленно Вот черт его знает Не знаю Но я думаю, что если будет установлен факт дачи взятки А я думаю, что исходя из тех сообщений в средствах массовой информации Сам по себе факт передачи части взятки В сумме, по-моему, 3 миллиона рублей Был уже задокументирован и установлен И, собственно говоря, именно на передаче этой части взятки Господина Кашина и поймали за руку Но я думаю, что есть наказание, конечно, будет Обидно, что наказание весьма суровое Господин Кашин человек немолодой Но я бы, наверное, здесь все-таки попытался как-то Немножко, может быть, даже более лояльно к нему отнестись Но не буду призывать Пусть суд сам разбирается Так, ну хорошо Вот на прошлой неделе прошли обыски еще на одном предприятии Это управляющая компания, да, Ленинского района Вот сайт наблюдатель.ру пишет, что обыски были связаны с завышением стоимости услуг предъявленных управляющей компанией владельцам муниципального имущества Вот прокомментируйте, пожалуйста, еще одно дело в отношении управляющей компании Давно пора Давно пора Причем, давайте так Попробую более корректно Не только управляющая компания Ленинского района грешит с исчислениями коммунальных платежей Ведь обычный гражданин получает квитанцию, где ему выставляется определенный счет, который он должен оплатить Безусловно, любой человек может попытаться эти цифры проверить и перепроверить Сколько понесено затрат на содержание общего имущества Очень много нервов придется для этого потратить и времени на самом деле Безусловно, как раз здесь расчет состоит в том, недобросовестных наших управленцев Что, конечно, некоторое количество граждан соберутся, пошумят и разойдутся И никто ничего не проверит, никто ничего не узнает Я думаю, что подобного рода дело в отношении руководства управляющей компанией Ленинского района Насколько я знаю, пока конкретных подозреваемых не называют Дело воздружено по факту Даст должный сигнал остальным управляющим компаниям, коих у нас в городе Кирове множество Укажет на недопустимость приписок фактически это же хищение наших с вами средств и денег А вы тоже это дело считаете, ну так скажем, отголосками генерала Солодовникова? Ну, конечно, конечно Более полно анализировать деятельность господина Солодовникова на посту начальника ОМВД Кировской области Можно будет, на мой взгляд, все-таки спустя еще какое-то достаточно продолжительное время Однако, я считаю о том, что стимул определенный для эффективной работы всей системы, он придал огромный Ну, вот это мое мнение Я думаю, что да, пока это все еще отголоски именно той бурной энергии кипучей, которая била через край у Сергея Александровича Которую он фактически зарядил нашу систему Ну, вот я считаю так В участии нового руководства, я думаю, о том, что я это говорил уже неоднократно О том, что очень тяжело будет сохранить подобного рода активность А к этому нужно, безусловно, стремиться И дай Бог, чтобы наш новый начальник ОМВД превзошел своего предшественника А превзошел своего предшественника по количеству громких дел? И по количеству громких дел, и по достаточно, абсолютно, я бы это сказал, даже открытости Ведь у нас Солодовников поддержал активно участие общественности в деятельности ОМВД Ведь именно в бытности господина Солодовникова на посту руководителя ОМВД Появилось такое движение, как ночной патруль Появились заново фактически дружины Ну, собственно, дружины и появились в подаче Я и говорил о том, что здесь, на мой взгляд, очень правильно Когда общественность, любой рядовой человек широко привлекается к отправлению какой-то государственной функции Почему? Вся деятельность нашей полиции должна быть засекречена Вовсе нет, пусть граждане видят, пусть граждане знают, чем полицейские живут Пусть граждане оказывают помощь полиции, им в этом надо только помочь Я читал сообщение в Твиттере Сергея Павловна Косолапова О том, что недавно на днях буквально прошла встреча активистов ночного патруля с новым руководством ОМВД И взят курс на продолжение сотрудничества и, более того, ее даже углубление Ян Евгеньевич, вы так говорите про Солодовникова Вам не кажется, что в эпоху Сергея Александровича ОМВД было открыто в том, в чем ему было выгодно? Может быть Ну, давайте так Святых людей на свете нет Просто если сравнивать, например, деятельность господина Солодовникова с деятельностью его предшественников Ну, скажем так, различия в подходе к отношению с общественными средствами массовой информации Присутствуют, присутствуют и, на мой взгляд, в положительную сторону Не хочу обижать господина Радулана, но в то время, когда он возглавлял ОМВД, ну, это было совершенно закрытое государство, мне так кажется Господин Бучнев, ну, тут у меня сложные отношения с господином Бучневым, он тоже был неплох, но Солодовников пока не представляется самым ярким руководителем ОМВД и сделавшим весьма-весьма немало хорошего для нас А как Вы считаете, в общем и целом, какая цель поставлена сейчас перед правоохранительными органами? Вот чего хочет в итоге добиться система? По итогам всех громких дел, обысков и так далее Ну, давайте так, у правоохранительной системы, правоохранительных органов цель может быть только одна Обеспечивать безопасность граждан и соблюдение тех законов, которые приняты в Российской Федерации Других целей у нее, в принципе, быть не будет Ну, а как? А выполнить указание вышестоящего начальства, например? Это уже немножко другое Я сам в свое время носил погоны, сам занимался правоохранительной деятельностью Безусловно, у нас тоже были подобного рода неформальные отношения с руководством Нас тоже могли ориентировать на достижение какой-то конкретной узкой цели Но, тем не менее, сама эта система всегда работала исключительно в одном направлении Обеспечивая соблюдение законности Другой вопрос в том, что, конечно, здесь перегибы разного рода На местах они бывают всегда Безусловно, с этим нужно бороться И как раз, на мой взгляд, почему я так восторженно местами отношусь к деятельности господина Солодовникова Я не знаю ни одного случая, когда офицер, запятнавший честь мундира Информация, о котором поступала на стол господина Солодовникова Не знаю ни одного случая, когда он сохранил возможность продолжать свою деятельность и носить эту же форму Так как я происхожу из семьи все-таки военнослужащих, не помню в каком колене, честно Честь мундира — это очень важно, а часть офицера — это еще выше Соответственно, подобного рода люди, ну, всяко не должны служить дальше А в каком вызвании? Капитан Ну, понятно, это капитан в отставке, да? Да Яныч Батарев, ныне юрист, его особое мнение Так, три минуты до рекламы у нас, а мы можем сейчас уйти? Да, кивает звукорежиссер Мы сейчас уходим на рекламу и очень скоро вернемся Мы возвращаемся в студию программы «Особое мнение» Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же сидит юрист и капитан в отставке Яныч Батарев Мы продолжаем Яна Евгеньевич, вы так же в фейсбуке недавно писали пост про нашу Государственную Думу Вот, в частности, оказывается, Единая Россия отправила в Генпрокуратуру запрос о проверке признания независимости Литвы, Латвии, Эстонии в 1991 году Госсоветом СССР Я поправлюсь сразу просто, это не вся фракция Единая Россия подобного рода действия совершила, это отдельные депутаты Подобного рода информация уже прошла в интернете, где Единая Россия всячески открестилась от неосторожных шагов отдельных членов фракции Хотя, конечно, это, с одной стороны, было очень странно Проверять легальность объявления независимости и признания независимости прибалтийских республик, совершенные органами совершенно другого государства Все-таки СССР уже у нас нету На соответствии чему? Законам России, что ли? Так и Российской Федерации-то не существовало еще В общем, очень странно У нас, на мой взгляд, это часто бывает в Прибалтии, у нас очень теплые, нормальные отношения с обычным народом, который населяет все три прибалтийские республики Понятно, что власти данных стран могут следовать курсу Европейского Союза, где-то допускать какие-то местами резкие шаги, местами тоже неосторожные Но, однако, на мой взгляд, пытаться искусственно обострить отношения, которые только-только начинают складываться, ну это очень неразумно, абсолютно А Вы не воспринимаете этот случай, как историю из разряда «заставь дурака Богу молиться»? Я бы не делал таких замечаний Во-первых, ну, черт его знает Может быть, те граждане, те депутаты, которые выходили с подобного рода запросами в прокуратуру, какие-то цели все-таки преследовали, которые нам с вами просто неизвестны Нельзя же это со счетов сбрасывать точно так же Может быть, они просто пытаются таким образом лишний раз привлечь внимание к своей персоне Дай Бог, чтобы это не получилось, например Ну, хорошо, давайте немного еще про Государственную Думу Вот у нас депутаты приняли сразу в нескольких чтениях закон о переносе думских выборов с декабря 2016 года на сентябрь Сами они объясняют это тем, что, мол, в декабре на выборы никто не придет, а в сентябре придет больше людей Вы согласны вообще с такой мотивацией? Я немножко, знаете, замечу следующее Вот я встречал в сети несколько другое обоснование Прикрывается подобной вроде инициативой с заботами о государственном бюджете С тем, чтобы не устраивать отдельные выборы Специально и исключительно для выборов депутатов Государственной Думы Дескать, у нас есть истинный день голосования, где мы будем выбирать много каких депутатов Давайте все совместим В целом разумно В целом разумно В целом разумно Почему нет? Я не вижу здесь каких-то далеко идущих мыслей в части того, чтобы как-то уменьшить количество граждан, которые могут прийти на выборы Оно у нас и без того не особо велико Ну, знаете, Ян Евгеньевич, учитывая то, что порог явки вообще отменили Очень странно звучит Ну вот смотрите, да, вы говорите про экономию, бюджетных средств Вам не кажется, что если бы действительно об этом заботились, то не стали бы выплачивать компенсацию депутатам, у которых полномочия истекают досрочно? Ну вот это я с вами готов согласиться на 150 или даже 200 процентов Нельзя быть немножко беременным Если уж принято решение о прекращении полномочий депутатов Государственной Думы в сентябре То совершенно странно выплачивать тем гражданам, которые перестают быть депутатами, весьма немалое денежное содержание Абсолютно непонятно Еще на самом деле обсуждалось то, чтобы выплатить компенсацию помощникам депутатов Но это, слава богу, по-моему, не прошло Вот этого не слышал, это вообще абсурд Николай Голиков был на прошлой неделе у меня в эфире, мы с ним тоже эту тему обсуждали И вот, что он сказал о переносе выборов Я процитирую Все прекрасно знают, что в сентябре явки на выборы никакой нет А в декабре как раз люди на выборы ходят В сентябре все они заняты садами и огородами А кто придет на выборы? В первую очередь бюджетники Как у нас голосуют бюджетники, мы все прекрасно знаем Вы согласны с такой оценкой? Отчасти да В то же время, ну вот смотрите Я проживаю в сельской местности У меня домик свой Это район села Бахтам, Октябрьский район Я езжу на все выборы, все голосования Ну, которые знаю, которые проводятся Стараюсь занимать достаточно активную позицию Хотя бы в этой части Я не могу сказать о том, что граждане не ходят на выборы Потому что у них сады огороды Может быть, конечно, мой случай не является принципиальным Потому что все-таки там у всех частные дома Огородный сезон, он плавающий, переходит сразу в зимний В то же время здравый смысл какой-то в словах Николая я тоже вижу Опять же, все исходит из того, что у нас, к сожалению, как-то так получилось Что год от года, по-моему, явка-то граждан к избирательным уровням все время падает Безусловно, у нас все менее-менее представительным фактически является любой орган, который избирается голосованием Потому что, ну, какова легитимность той же Думы будет, если ее будут избирать Сами депутаты, придя со своими семьями на избирательные участки Ну, это же смешно Они фактически будут представлять только самих себя Поэтому что-то нужно будет делать все равно С тем, чтобы, может быть, возвращать минимальный порог ярким Но в то же время существуют же яркие примеры постоянных правительственных кризисов В той же Италии, например, где достаточно жестко построена избирательная система Где отсутствие минимального процента фактически срывает весь избирательный процесс в целом Ну и вгоняет государство в весьма немаленькие расходы Государственные деньги, опять же, с учетом того, что у нас сейчас вроде бы как бы кризис считается Несколько поберечь, тоже мне представляется весьма правильно Я думаю, что выборы все-таки в сентябре провести логично Давайте проведем, посмотрим, посчитаем, поглядим Может, ничего страшного и не будет А у нас о том, что полномочия депутата Государственной Думы Длятся пять лет написано в Конституции И чтобы сейчас перенести срок выбора в Госдуму с декабря на сентябрь Потребовалась, ну, так скажем, трактовка Определение Конституционного Суда Да, определение Конституционного Суда Вы считаете нормальным вот такую вот историю, когда сначала внесли поправки в Конституцию Продлили срок полномочий депутатов Госдумы Потом опять, значит, вот так вот и страктовали Конституцию Ну, давайте начнем с чего? На мой взгляд, к сожалению, но в настоящий момент Негибкость российского законодательства и бюрократическая процедура Препятствующая оперативному регулированию депутатами на запросы общества В части, ой, такое сложное предложение Значит, в части своевременности принятия законов у нас напрямую искупаются Молниеносностью разъяснений тех законов, которые есть, которые даются высшими судами Грубо говоря В законе может быть написано одно, как юрист я с этим регулярно сталкиваюсь Но есть пара-тройка разного рода пленумов, разъяснений информационных писем Верховного суда, высшего арбитражного, который раньше был Суда по интеллектуальным правам, Конституционного суда Российской Федерации Которые фактически представляют эту норму совершенно не так, как она написана Вот диаметрально бывает противоположно На мой взгляд, это нехорошо Все-таки, если у нас в Конституции написано, что законы и обязательные правила принимаются депутатами Которые избираются гражданами, а не судьями, которые назначаются исполнительной властью Все-таки изменять законы необходимо в том порядке, который установлен в Конституции Если у нас депутаты решили в настоящий момент, например, сократить срок своих полномочий Они могли принять соответствующий законодательный акт К сожалению, но если раньше на изменение Конституции требовалась воля граждан путем проведения референдума Сейчас это можно сделать просто депутатским большинством И не потребовалось бы никакие обращения в Конституционный суд То есть для чего это сделано? Для профутов? Это проще и быстрее Конституционный суд может вынести любой акт, признавая соответствующим Конституции Или несоответствующим любое законоположение всего 18 голосами Депутаты уже больше правдой Договариваться дольше придется Договариваться дольше Плюс, все-таки, к сожалению, но тем не менее, это моя позиция Судьи это государственные служащие У нас, конечно, декларируются везде о том, что они все независимы, объективны, беспристрастны Однако, мне кажется, что некоторое толико государственного подхода к решению того или иного вопроса В мышлении наших судей присутствует всегда Хотя бы потому, что они, простите, в удостоверениях имеют подпись не депутатов и не граждан А президенты Российской Федерации, они все-таки государственные служащие Соответственно, когда власть исполнительная ставит перед ними определенную задачу Явно или не явно С известной долей вероятности она всегда будет решена именно так, как хотят заказчики Ян Евгеньевич, а читали Вы новость о возможном объединении двух кировских вузов? Читал, да, смотрел Как Вы относитесь вообще к возможности объединения педы и политеха? Плохо Объясните, почему? У каждого вуза есть своя школа, есть свой преподавательский состав Далеко не всегда укрупнение учебных заведений позволяет достичь цели улучшения уровня образования Исторически сложилось, что Вятский государственный университет Как бы его ни называли, как бы ни меняли название на протяжении, наверное, ближайших лет двадцати Как был политехом, так останется Так и останется политехом Зачастую мне, при всем уважении коллегам, которые получают образование на юридическом факультете Вятского государственного университета Кажется странным, откуда у политехнического института набралось такое количество достойных преподавателей за столь небольшой период времени То же самое, безусловно, политех силен в своем ПЕД точно так же специализировался на педагогике, на философии, на истории Я не думаю о том, что просто какое-то искусственное укрупнение, сокращение преподавательского состава, который неизбежно за этим последует Будет как-то улучшать образовательный процесс История сложилась, что у каждого учебного заведения формируется своя школа У нас у юристов есть свои традиции о том, что, например, лучшие юристы уголовного права – это Екатеринбургская школа права Лучшие цивилисты – это Москва и Киев Да-да-да, на самом деле Корпоративное право – добро пожаловать в Казань, Казанский гос. университет Смысл подобного рода деяния мне представляется весьма туманным Я бы этого не делал вообще Потому что мы придем иначе к тому, что фактически у нас все равно будет несколько образовательных учреждений, но под маркой чего-то одного Давайте все вузы России объединим в Московский госуниверситет И наплодим кучу филиалов Ну и смысл какой? Вот по сообщению Минобразования уже 20 учебных заведений России потенциально готовы принять участие в программе объединения в опорные университеты В масштабе страны это нужно делать или нет? Я бы не делал Если у нас существует методика оценки эффективности высших учебных заведений Если согласно этой методике вуз признан эффективным, то есть выполняющим свою функцию, дающим хорошее качественное образование детям и молодым людям То зачем что-то менять, если только речь не идет о том, что все бюджетные учреждения будут объединяться только лишь исходя из вопросов чистой экономики То есть целью сокращения расходов В смысле экономии? Экономии, да То есть если будет продекларировано о том, что господа, у нас все плохо в сфере образования Мы хотим укропниться с тем, чтобы освободить какое-то количество ставок, какое-то количество преподавателей Сократить зарплаты, сократить затраты Ну это хотя бы будет понятно, но не факт, что это будет хорошо Чем больше ученых, тем активнее кипит научная жизнь Тем больше публикаций, тем больше диссертаций, тем больше исследований Во всяком случае, если будет на тысячу человек учащихся один преподаватель Это, наверное, будет позволять экономить средства, но будет ли это хорошо? Представим себе, что, простите, в медицинском институте один доктор Который учит тысячу студентов Простите, медики все-таки, это не просто теоретики, надо уметь, что и руками что-то делать И это же неправильно То же самое с инженерами, то же самое с юристами Я счастлив, что мне удалось в свое время попасть в очень хороший вуз К очень хорошим специалистам, с которыми приятно было пообщаться И можно было что-то пообсуждать На одном же учебнике много не выучишь На этом у нас закончилось эфирное время Спасибо вам за ваше особое мнение Я напомню, это было особое мнение юриста Яна Чеботарева Программа для вас вела Юлия Афанасьева Спасибо, всего доброго Спасибо Спасибо